всем огромный привет хочу вам сегодня рассказать как жить красиво и позволять себе максимум если у вас не так много денег все знают что у нас по моему вообще не истребимый какой-то кризис на дворе зарплаты поднимают крайне неохотно цены растут каждую неделю буквально но меня пугает вот эта тенденция всеобщая начинать экономить без того чтобы обращать особое внимание на качество сейчас огромное количество видео которые направлены именно том чтобы отжать каждую копейку а результат который вы получите это уже дело второстепенное так вот сегодня я хотела бы сделать акцент в первую очередь на том что надо стараться урезать затраты и экономить но так чтобы максимально сохранять в качестве вашей жизни и продолжать получать удовольствие от того на что вы тратите деньги первое правило очень очень важно что когда вы что-то покупаете нужно расценивать вещь не по ее конечной стоимости исключительно а разделить ее цену на количество раз которую вы эту вещь планируете носить например какое-нибудь вечернее платье да там на корпоратив кстати новый год на носу вы можете идти по урвать на распродаже ну скажем условно за тысячу рублей и вам кажется вау но все в стразах и каменьях какая в итоге получилась выгодная покупка но понятно что вы его носить везде где хотите не сможете это крайне узкоспециализированная вещь и она подойдет только под количество надетых раз которые можно там посчитать пальцами одной руки и скорее всего даже на один потому что на следующий корпоратива никомельфо уходите два раза в одном там же платье на одно и то же мероприятие так вот по моему опыту такие вещи носятся один раз получится что цена одного вашего выхода исключительно вот в рамках платья это 1000 рублей то же время какая-то базовая вещь до нейтральной расцветки там может стоить 15 но например тысячи вам кажется что это крайне дорого вы себе такого позволить не можете но если подумать что вы ее будете носить там пять лет до вещь хорошего качества например верхнюю одежду и чуть ли там не раз в неделю хотя бы минимум круглый год протяжении пяти лет это 250 раз так вот разделите 15 тысяч рублей на 250 раз и получится поэтому все 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 покупки я стараюсь рассматривать именно так на самом деле очень сильно меняется взгляд потому что то что ты раньше считал дешевым и на что денег было не жалко в итоге оказывается что это обходится крайне дорого не носится потом а то на что ты жалел деньги оказывается как раз крайне выгодной покупкой совет номер два касается услуг специалистов которым вы можете прибегать если мастер работает при салоне я говорю сейчас о маникюре и педикюре стрижках окрашивание волос то как правило он половину гонорара да и половину стоимости услуги как минимум отдает владельцу салона за аренду за рекламу за поэтому в принципе можно попробовать договориться с мастером который вам нравится приходить к нему на дом очень многие оказывают такую услугу далеко не все владельцы салонов относятся с огромным воодушевлением к тому что мастер в уводит клиентов из салона потому что салоне естественно теряет свою часть прибыли поэтому надо спрашивать аккуратно желательно чтобы никто не слышал как получать услуги бесплатно это такой вариант который конечно несколько теряет в качестве но все-таки дело в том что можно оставить свой контакт при местах обучения мастеров парикмахеров стилистов массажистов они все где-то обучаются как правило нужно набивать руку и чаще всего в таких местах обязательно требуются модели то есть люди которые приходят им все делают бесплатно но как бы без стопроцентной гарантии крутого результата тут есть такой нюанс то что как правило все новички не очень старательно они все делают аккуратненько терпеливо но они все делают долго это минус то есть они там перепроверяют 10 раз потом зовут преподавателя он еще смотрит что все было правильно сделано но вы все равно получать услугу со стороны человека который все пытается сделать на сто процентов и на моем опыте я в быту студенчества допустим пользовалась услугами даже к стрижек и общем в принципе меня все строго потому что какого-то в супер вах вах результата мне не нужно было а там как-то поддерживать форму стрижки сделать какой-то маникюр педикюр и но без и супер изысков да вполне можно было контакты найти довольно просто гуглите в своем городе курсы обучения и прозваниваете туда спрашиваете нужны ли модели можно ли оставить свой контакт чтобы вас пригласили в случае необходимости еще один момент это касается совсем такого крутого высокопрофессионального уровня мастера это когда проходят курсы повышения квалификации приезжает обычно из другого города либо вообще из другой страны какой-то супер специалист собирающий уже на платной основе других специалистов и обучающие их определенной техники например среди там стилистов парикмахеров это зачастую там какие-то супер методы колорирования волос им часто для таких мероприятий тоже нужны модели можно попробовать узнавать о них и предлагать опять же свою кандидатуру в таком случае вы побываете в руках профессионала у которого услуги скорее всего стоит сильно дороже чем средний по вашему городу результат получится в любом случае супер круто отмены но есть такой момент то что скорее всего ваши там какие-то нюансовые пожелания учтены не будут потому что преподавателю нужно показать определенную технику они нянькаться с вами и вот варианты что он нужно чулочку покороче там вот это прядка что-то через чушь красновато можно ее зелене они не прокатят но вы можете заранее узнать что именно какой цвет высказать свои пожелания можно ли их помирить и если все сойдется то вы получите просто крутецкий результат за бесплатно следующий момент это заказ одежды и обуви из америки я раньше знала слышала от людей которые там ездят в америку очень сильно отличаются цены и что там все гораздо дешевле я думала ну как куда дешевле вот у нас на распродаже за 300 рублей кофточки продаются неужели там еще дешевле но здесь вопрос в качестве у нас распродаются за такие деньги обычно сетевые товары максимум на сезон ткань которая после там двух стирок все в катышках растягивается есть конечно хорошие качественные какие-то находки но в большинстве своем у производителей вот того что у нас продается абсолютно нет задачи делать качественную вещь потому что если она у вас выйдет из строя быстренько вы придете завтра соответственно есть поток продаж постоянные доходы и это гораздо более выгодно чем сделать одну вещь и которой вы будете ходить 10 лет и ничего больше не покупать это никому не надо в америке представлены некоторые производители их довольно много которые работают на свой бренд на наименование и у нас они стоят в 10-20 раз дороже там в аутлетах я приобретаю вещи которым не нужно быстрее продать чтобы это износилось и быстрее произвести новое так как они как бы ценят свое имя линк лайн общем я уже рассказывал что я у нас видела жакет полиэстровый кельвин клян в аутлете типа у нас есть аутлет на какую-то бешеная аутлетовская уже распродажи с тройной трехэтажной перечеркнутой ценой за двадцать одну тысячу рублей у меня даже есть эта фотка в инстаграм если долго поиска в то же время в аутлете например там том же 6 pm американском полно вещей кельвин клян до 50 долларов то есть это две-три тысячи рублей обуви даже в районе 50 долларов опять же кельвин клян ну и так далее те же гестам у нас продаются по 10-15 тысяч за там пару обуви и в районе 10 какая-нибудь одна вещь в то время как опять же в аутлетах это все до 50 долларов можно найти чаще всего здесь вопрос в том что они напрямую не доставляют но это решается через посредников огромное количество блогеров снимают видео прямо пошагово показывают как можно заказать из америки если магазин напрямую сюда не доставляет в любом случае получается сильно дешевле это совсем другое качество вещей следующий момент это использование скидочных купонов я очень очень долго относилась крайне скептично к этому варианту потому что много слышала что есть там всякая кидалово но я нашла как бы практически супер рецепт как делать все быстро безболезненно и дешево в частности до парочку вариантов как не надо делать не нужно просто покупать купон я сейчас говорю про сайте типа купи купон фрэнди групп он что там все купоны у некоторых магазинов не хватает клиентов и они таким образом дают рекламу то есть первую очередь для них это реклама потому что оплачивать там первую строчку в яндексе в поисковике очень дорого чтобы ваш сайт так раскручивали если о них никто не знает они просто дают объявление на сайт купонов делятся там по моему пополам прибылью и в то же время сам сайт купона находится высокой строке поиска постоянно рекламируется то есть кучка людей там огромна много посетителей таким образом про этот магазин услуг узнают люди которые так бы в жизни его не нашли какие есть подводные камни во первых часто там могут при обманывать с услугами то есть я например попадала помню на кератиновое восстановление волос которая тогда стоила там что-то пару-тройку тысяч и по сравнению с обычной ценой по городу это было довольно бюджетно по факту я пришла мне сделали кератиновую маску на волосы помыли голову и отпустили с мира то есть это вообще ни разу не было ни кератиновая процедура не тем более кератиново восстанавливающая потому что для кератина там нужно запаивание он только по температуре входит там глубоко волос поэтому прежде чем покупать купон обязательно когда вы просматриваете там различные интересующие акции звоните в магазин уточнять из чего состоит процедура конкретно дальше актуально ли она сейчас потому что у меня опять же был случай когда я покупала купон а заведение закрылась и мне пришлось проводить процедуру возврата денег там писать в поддержку они мне там что-то при проверяли потом только вернули и причем акцию эту сайта не сняли она там чуть ли не до сих пор висит но из хорошего да я попадала на допустим спа процедуру за там полторы две тысячи рублей которая длилась два три часа и без скидочных купонов она бы мне обошлась тысяч пять еще одна у меня была очень крутая находка тоже связано с скидочными купонами это посещение прям люксового салона очень крутого где очень дорого стоят все услуги за какие-то копеечные деньги то есть там в чем расчет они продают купоны на минимальную цену там было 800 рублей по моему туда входило причем стрижка мытье головы маска для волос но они рассчитывают что в процессе процедуры они вас уболтают на дополнительные услуги если это окрашивание там то входит маленькая баночка краски если необходимо использовать еще вторую банку краски это уже там плюс три тысячи сразу до второй тюбик то есть малейшее там что-то шаг вправо шаг влево в процессе процедуры как бы вам не навязчиво может вот это еще добавим и никто вами говорит ну тогда это будет в 10 раз дороже хотя услуг вот столько прибавилось поэтому если вы четко идти по купону и как бы не соглашаться на допчики всякие без того чтобы точно узнать во сколько это вам обойдется можно очень тоже в крутом месте за какие-то три копейки сделать себе кучу процедур следующий момент это спорт и абонемент если вы ходите разово то это стоит сильно сильно дороже если вы покупаете годовой абонемент это одна трата но вы скорее всего получаете безлимитное количество тренировок плюс офигенную мотивацию ходить туда потому что знаете что деньги уже потрачены про пример хожу в спортзал тоже не часто получается но все-таки по цене примерно 20 одноразовых тренировок при том что у меня абонемент на 14 месяцев то есть там год и два месяца бесплатно и он стоил где-то порядка двадцати пяти тысяч в то время как одна разовая тренировка стоит 1200 второй момент обязательно обращайте внимание на открывающиеся новые заведения у нас например регулярное вижу объявления что открывают бассейн там какой-то спортзал где-то если есть там новые кварталы там обычно офисные помещения обязательно кто-то там делает спортзал так вот пока они не раскрутились они бывают предлагают годовые абонементы просто по копеечным ценам например там в районе годовой абонемент 10 тысяч рублей безлимитное посещение там куча тренажеров и групповые занятия так что тоже если видите что открывается спортзал недалеко от вашего дома то держите руку на пульсе скорее всего они первое время будут по бросовым ценам распродавать абонемент очень важная часть качественной жизни это путешествие классный код и если узнавать про них пик сезона то можно просто со свистом пролететь потому что цены сильно зашкаливают так вот какой выбор сделала я да во первых надо подружиться с девчонками которые работают в турагентствах ну как не типа прийти первый раз видеть человека да и сказать давай дружить на абсолютно бескорыстных основаниях а так и сказать что я бы вот с удовольствием путешествовал мне интересно узнавать там горячие предложения какие-то вот моя почта пожалуйста могли бы вы мне там скидывать периодически они скорее всего в принципе делают это с удовольствием потому что даже с горящих туров они получают свой процент и они просто вас включат в базу рассылок и также будут там направлять какие-то супер мега низкие цены также помимо горящих туров есть такое понятие как ранее бронирование когда заранее то есть за несколько месяцев вы оплачиваете поездку и она вам обходится значительно дешевле чем допустим покупка за месяц-два и третий момент это самостоятельное путешествие это выгодно не всегда насколько я смотрела сравнение чаще всего для поезда к европу реально получается дешевле ехать самим но что касается пляжного отдыха то зачастую дешевле ехать по туру но опять же в любой момент вы можете это сравнить в любом случае по самостоятельным путешествием можно также общаться на форумах путешественников например самый по моему крупный форум который есть это форум винского там огромное количество направлений просто во все точки мира и по каждому направлению огромное количество отзывов туристов с разными фотографиями плюс там принято писать цены то есть если кто-то самостоятельно побывал в отдаленном уголке он говорит так я купил билеты до вот такой-то точки вот за столько-то потом пересел на этот самолет за столько-то приехали мы вот за столько-то вот фоточки вот наш маршрут по карте то есть там прям очень-очень разжеванная раскладка и чаще всего там такой момент практикуют то что просто в желаемом направлении отслеживать цены билетов и периодически компании могут выкидывать прям совсем такие недорогие цены да важно только успеть купить вот почему они покупают билет по какой-то трехкопеечной цене потом уже под имеющийся билет на самолет планирует само путешествие следующий очень странный совет и возможно подойдет не всем но ввести какой-то бложек на тему того что вам нравится сейчас слава богу не нужно покупать отдельный домен прям регистрироваться в жж и писать огромные тексты есть соцсети типа instagram где можно грузить фотку и небольшой текст того что вы делаете в общем переживания какие-то свои описывать сам процесс вашего хобби но смысл такой то что скорее всего неминуемо вас будут расти подписчики возможно ваше дело заинтересует такое количество людей чтобы потом это заинтересовало потенциальных рекламодателей как минимум продукцию материалы и товары для своего творчества вам будут предлагать присылать бесплатно в обмен на то что вы там будете на них ссылаться и последний совет он касается тоже качество жизни того что зачастую многих людей есть такие мысли что когда не супер много денег то вам не светит там какой-то интересный отдых какие-то мероприятия на самом деле даже если у вас не супер большой город скорее всего отдельные хотя бы мероприятия там есть попробуйте найти паблики вашего города в интернете у нас например есть различные группы краснодарские которые освещают предстоящие события мастер-класс какой-нибудь плюс различные фестивали городские в том числе много из них проводят различные лотереи розыгрыш бесплатных билетов раз во вторых разные дни типа открытых дверей когда можно просто бесплатно прийти там на концерт какой-то посмотреть что происходит в общем на самом деле не быть прямо на обочине жизни главное желание и держать руку на пульсе и таким образом при довольно даже скромных доходах вы получите вполне себе насыщенную жизнь и возможность расширять границы постепенно а там уже реальность подтянется под ваши новые запросы потому что если вы сидите дома на диване и вам этого хватает даже если вам кажется что вы несчастен да но как бы ничего не делайте потому что что там какие перспективы их нет на самом деле вы только попробуйте что-то делать и вы увидите что уже вот так вот потихонечку до обстоятельства они откликаются на ваши запросы появляются откуда ни возьмись вообще вы знакомитесь с нужным человеком который вам говорит что ага можно еще вот туда сходить опа пошли а там вам сказали а вот это еще в общем запускается цепь случайности я это знаю на себе которая в итоге приводит к вас к желаемому результату так что девочки мальчики отсутствие денег это вообще не оправдание для скучной жизни действует я надеюсь вам было интересно большое всем спасибо за внимание